всем привет ребят ну что у нас сегодня обзорчик очередной на чары интересно будет чара победный выпад чем чара хороша она помимо того что дает атаку определенному герою она еще дополнительно отражает 15 процентов урона многие понимают этих 15 процентов как то что 15 процентов плюс там 50 если взять огненку нет проценты на проценты умножаются то есть там получается процентуально немножко больше не особо много но все равно уже намного лучше чем ничего скажем так некоторых случаях она даже больше заходит чем доспех если герой имеет хорошую отражалку плюс такую чару герой будет просто убиваться плюс здесь конечно же 25 атаки найти 25 атаки скажем так не заходят очень всем героям поэтому некоторым героям даже противопоказано ставить такие чары потому что они себя просто будут у вас сливать вы будете не будете понимать что же такое случилось у меня герой максимальной прокачки там все круто его только хлопья снесли да ребят и такое будет потому что есть смотрители которые процентуально снесет сносят жизнь противоположной фракции и вы ничего с этим не поделаете там улетает больше половины потом фрейка там либо еще какой-то авто прокер задамажили итоге ваш герой просто просто сливается и ничего сделать не может и там либо вы его собрали на максимальный урон и думаете что сейчас вот ударит а как правило это бывает очень редко в общем вот так вот можно ставить даже четверка уже получше будет есть еще такая вот чара передачи энергии здесь на четверке на 15 вот видите правда часто я снимаю видосы поэтому пишите будь здоров так рассказываю вам правду как она есть тоже интересная чара но не такая наверное актуальна потому что зачастую герои не успевают ударить и они там не особо много понижает но тоже очень неплохая на нее вам тоже засниму принципе они где-то одинаковые то есть можно ставить четверку она уже будет лучше по атаке можно ставить пятерку это вообще будет топчик поехали пройдемся по героям которых у меня уже есть это чара и расскажу покажу разлинда принципе она у меня собрана на атаку атакующий вариант но как по мне доспех даже наверное будет поинтереснее почему все-таки там аура вокруг идет то есть он сносит раз в секунду вокруг героя это уже неплохо плюс жизнь добавляется что немаловажно ну и такую чару можно и поставить если у вас она есть лишнее не жалейте герой будет нормально дамажить так ну plant warrior смысла нет лазуля по лазули есть два варианта либо доспех вот такой вот поставить либо плюс 25 урона но я вам скажу так доспех лучше будет почему вы можете ушатать забор раскрыть расту героя больше жизни его не так быстро сольют там конечно же урона больше но я вам скажу лазули урона и так хватает его основная задача это обездвижить героев коммандора однозначно да для прохождения подземок это вообще топчик я уже показывал как проходить хотите пишите буду за стиму вам видос как она проходит кошмарки реально очень крутая и очень хорошо заходит поэтому для нее это однозначно да и для по локации другим аналогично можно поставить доспех то есть есть два варианта либо тот либо тот но тут у меня он собран на урон и очень чудесно ему заходит можно также поставить рогатки ну опять же у меня собрано давные варианты махатма некоторые ставят ну смысла в этом я не вижу лучше и добавить 30 процентов скорости поставить утекание там живое исцеление у вас герой просто будет пулемет бабулька я показывал асурик у меня так вот собран можно доспех можно этот талантик ставить тоже неплохо усиляется отражалка усиляется урод но опять же смысла особо нет ну на огника однозначно можно ставить но у меня огник собран для архидемона поэтому скажем так я не особо здесь трешую ну я в любом случае буду скоро перероливать потому что он в архе как бы и смысла нет бить просто вам показываю составы так ребят тоже можно по башка нет почему нет потому что у него урона и так очень много и смысл того что вы потратили ему такой талант не особо польза от этого героя возрастет так седла аналогично как и по башка лучше усилить дав добавить жизни фрейка для фрей это один из скажем так топовых можно поставить доспех все-таки у него будет больше жизни 25 процентов это немаловажно плюс вокруг аура будет сносить но опять же аура против дальников не канает только против героя который ближнего боя подбегут а вот урона фрейм можно добавить если у вас не сборка на архе можете смело ставить будет разносить в духе прах заклинательница такая стоит но честно говоря не особо использую bigfoot тоже у меня собран атакующий вариант здесь но все-таки доспех получше будет но ставить можно афинка однозначно да доспех такое себя на и так сливается и что с ним что без а вот атаки 25 да не очень круто плюс ремка девятку качаете счастье будет фрэнки тоже можно но все-таки решил собрать давные варианты мне больше нравится выражаю однозначно смысла ставить нет лучше такая сборка с доспехом почему думаю знаете здесь тоже самое то есть победные и и этот можно ставить можно ставить всем героям ну вы только героя скажем так похерите все равно потом перекачаете когда поймете тессе можно ставить если ремка по локации для урона будет бешеную но опять же ненадолго арену нет лучше доспеха стрелок ну и ставят типа для урона на архе собран тоже смысла нет ронин ронину вообще противопоказано любой урон даже такой вот вариант тоже противопоказано это тестировал анубис анубис такой варианту кстати народе ли сейчас поменяем анубис для подземок для пвп локации там прохождение каких-то да ну так лучше все-таки поставить доспех будет более живучая так а ему не особо заходит но у меня там согнен к этому не суммируется еще сюда можно ставить многие просили и возможно поставлю покажу до тестирую на архе сюда нет малышник для добивания зданий по локации до ведьма вольт у меня собраны подарки можно поставить медуза можно поставить но смысла в этом нет а одер бездоспеха мне больше зашел леди лео как вариант можно сделать атаку еще у меня тут с передачей принципе что то что то зайдет неплохо так валька кинди ну кинди такая собрана на атаку она там особо много вас не на замажет но можно поставить горгун у меня тоже нет драйку до для добивания зданий обалденно заходит но можно и доспех поставить так у меня тут чувствует доспех для черепа если его хорошенько так прокачать он будет у вас просто все крошить но опять же все зависит от того где как вы используете из него снимают очень часто зачастую баф поэтому нет для гарпии как вариант если есть свободные варлоку до для битвы гильи возможно прокачая варлока все-таки в планах есть час до качаю всегда максимума и буду кого-то сливать кому-то качать со старой героев так ну тут такое все на деда можно как вариант но опять же есть куча других героев на которых надо в первую очередь поставить для ары смысла нет тут тоже нет тут нет да нет снова атлант вот можно еще поставить на смерть она тоже очень круто показывает себя с прокачкой максимальной на подземках без доната конечно будет рубить только так минодавр однозначно да это самый самая топовая единственная чара для него это усиление урода плюс еще передача то же самое так что тут у нас дальше суккук ниндзя ну на шапку можно тоже поставить для подземок в принципе все вот так вот ребят вот такие вот герои я вам показал что можно делать талантик сам по себе очень я был точнее чары талантику это как талант крикну выбишь когда надо можно поставить практически всем героям но пользы от этого мало будет поэтому первую очередь определитесь для чего на какого героя делу будете его использовать потому что чары одна из скажем так самых геморных как это даже не знаю как это вам назвать задач которые очень сложно получить и если у вас нет коробки вы играете на каком-то сервере где их не продают это реально очень печально на русском сервере там очень печально чара добывать здесь куча коробок ну хотя последнее время начали продавать все в общем вот такой поэтому перед тем как ставить лучше посмотрите посоветуйтесь не спешите все всем удачи всем пока